Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вторая городская больница открыта 16 августа 1944 года, сразу после освобождения города Гродно. Первоначально она открывалась в монастырском здании костела, далее постепенно пристраивались дополнительные корпуса. Самому старому нашему корпусу 154 года. Все фактически корпуса и все помещения находятся в приспособленных помещениях с, скажем так, довольно-таки очень сложными для перемещения как пациентов, так и каталог. Сами палаты также небольшие, не имеют дополнительных санузлов, поэтому, в общем-то, и возник вопрос о строительстве новой больницы, которая бы соответствовала современным требованиям. Новая клиника по проспекте Купалы у Гродни призвана заменить две старые больницы. Так самая она будет функционовать у звязцы с больницей номер 4, которая месяца насупраць. Это позволит рационально выкористовывать ложковый фонд установок у здоровья Гродно. Различная новая клиника до слова больше, как на 500 ложков. Тут будут сконцентрованы у основном отделении терапевтического профиля с кабинетами эндоваскулярной хирургии, а так самая диагностичное отделение. Современная больница, если брать конкретно в этом случае реконструкцию второй больницы, это очень важный этап именно в здравоохранении Гродниской области и конкретно города Гродно для наших пациентов. Модернизация это для того, чтобы возможности у наших пациентов было больше. В каком-то смысле возможности для того, чтобы все-таки диагнозы, они выставлялись не то что в свое время, а сколько быстро. Все медработники очень рады тому, что будет новая больница. Почему? Потому что это новая технология, это новый современный уровень оказания помощи. И это благо и для горожан, для жителей нашей области. У меня есть родители такого преклонного уже возраста, которые нуждаются и в лечении, и в наблюдении, и в каких-то диагностических мероприятиях. Они обращаются к услугам медикам, и поэтому очень актуально для моей семьи тоже. Современные комфортные условия важны как для пациентов, для нас, для горожан города Гродно и для жителей Гроднинской области, так и для специалистов, которые будут работать в этой больнице. Я очень надеюсь, что эта больница станет первым рабочим местом для многих молодых врачей, которые заканчивают наш Гроднинский медицинский университет, в которых они получат все необходимые знания и превратятся в прекрасных специалистов. А мы, горожане, будем гордиться не только своей больницей, но и специалистами, которые в ней работают. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчас размову с удельниками урочистой церемонии закладки капсулы на место будовництва новой больницы подкреслил, что свой особливым посланием-нашаткам заявляется не только смешанный у капсулы текст, а ли у сетей шматлики объекты створанная, побудованная и модернизованная за годы незалежности. Керовник державы означал, что это и есть послание в будущем. И в целом Беларусь настроена только на створение, подкреслю Александр Лукашенко. Беларусский лидер звернул увагу, что это мероприемство можно расценивать, как послание суседним краинам. Мы копаем землю, как и они, совсем рядом с границей, только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи, против танков и прочее. Увеличивают расходы на ударное вооружение. А мы здесь две трети, две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Вот он тратит две трети на социальную сферу. Здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. И мы настроены только на созидание. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне. Я же об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне. Не я придумал. Это очень правильно сказано. Поэтому мы готовимся к войне. Мы учим своих ребят и девчонок. Мы вооружаем их. Если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знайте, мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить беда, мы никому ничего не угрожаем. Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту, дай бог, обработать, чтобы камней меньше было. Мы вас никому не отдадим. Мы вас никому не отдадим. Я помню 30-летней давности свое первое собрание, будучи кандидатом президента. Я его начинал отсюда. Гродненцы мне тогда оказали доверие. Они передо мной, я как сейчас помню, поставили несколько вопросов. Пять, шесть. Из них такой вопрос звучал. Вы можете нам наконец-то организовать, чтобы мы через границу могли перейти и к родственникам на могилы сходить? Такой был вопрос. Другие были вопросы. Пять или шесть вопросов. Я их записал, сказал, я вам гарантирую. И я их решил. Ну, сейчас они от нас закрылись забором. Но вы видите, что это не моя вина. Это их политика. А вот пытание развития промыслового потенциала города обмерковали на прикладе шкляной вытворчасти. Кера у них державы наведу пляцовку «Аульс» Гродзинского шклозавода. Это уникальный для Беларуси завод по выпуску тары. Тут организована вытворчасть на трех линиях, 104 новые операционные места, на которых забеспечена занятость амаль 300 человек. У Гродзинской области затверджены имены делегатов Себеларусского народного схода от местовых советов депутатов. У склад высшейшего органа представничьей улады от ДЭП-корпуса региона шляхом голосования обрано 38 человек. У их леку семь кандидатов от областного совета депутатов. В состав вошли представители всех основных сфер народного хозяйства. Это агропромышленный комплекс образования, здравоохранения, сфера услуг, транспорта, сфера жилищно-коммунального хозяйства, строительства. То есть это люди опытные, профессионалы своего дела, имеют жизненный опыт. Я уверена, что они будут достойно представлять делегацию Гродзинской области. Участие в Всебеларусском народном собрании, конечно, знаковое событие будет для каждого делегата, потому что предстоит решать очень важные вопросы, которые будут связаны с развитием социально-экономического развития нашей страны. Конечно, это знаковое событие, которое будет требовать от нас не только присутствия, но и непосредственного участия. Участие в решении тех вопросов, которые для нашей страны будут в том числе и судьбоносные. Поэтому очень торжественно, но и достаточно очень ответственно быть делегатом Себеларусского народного собрания. Как прогучала на сессии, загульной колькости делегатов от Депкорпуса Гродзиншины полову складают жаншины. 19 человек, чальцы партии «Белая Русь», есть у дельники молодежных объединений, а так само ты, у кого назапашены в опыт депутатской, керавничьей и громадской деятельности. Нагадаем, селита УНС берется у новом конституционном статусе высшейшего представительного органа народа-влади. Наделенный он самым широким колом полномодствов. Тому перед делегатами стоят стратегично важные задачи. У ответственности с Конституцией Сход сможет затверджать наибольшь важные для краины документы. Например, основные на прамке внутренней и внешней политики, концепцию национальной безопасности, военную доктрину, программу социально-экономичного развития. Очень важно, очень почетно и, безусловно, очень ответственно быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Хочу отметить, что это второй будет мой такой опыт. Я была делегатом 6-го Всебелорусского народного собрания. Но поскольку в корне это Всебелорусско-народное собрание отличается, придан такое большое значение и такой высокий статус, и такие права, ответственность, безусловно, это является таким важным и волнующим моментом в моей жизни тоже. Хочу отметить, что мы имеем уже опыт и работы по внесению предложений в различные документы. Но Всебелорусское народное собрание определяет стратегическое развитие нашей страны. И среди таких стратегических моментов это и принятие новой Конституции, и концепции национальной безопасности. И, являясь ректором университета, мы в университете проводили диалоговые площадки и по внесению изменений в Конституцию, и целую конференцию научную по концепции национальной безопасности. Поэтому наша лепта в принятии тех документов, одобрение концепции национальной безопасности, будет на ВНС. Думаю, волнует каждого белоруса вопрос национальной безопасности. Поэтому все то, что будет принято в рамках Всебелорусского народного собрания, оно будет только на развитие нашей страны, на созидание. Ну и, являясь представителем аграрной сферы, все же хотелось бы уделить внимание и продовольственной безопасности нашей страны. И даже, может быть, не с той точки зрения, как в производстве и в переработке, а именно в подготовке сегодня специалистов для агропромышленного комплекса, потому как стоит острый вопрос в нехватке специалистов и с высшим образованием, и со средним образованием. Поэтому будут специалисты, будет обеспечена и продовольственная безопасность нашей страны. Как человек науки очень бы хотелось бы, чтобы в будущем внедрялись все те новшества, инновации, все те научные изыскания именно в производство, чтобы Беларусь как можно больше получала импортозамещающей продукции, чтобы наша продукция была конкурентоспособной, чтобы благодаря тем разработкам ученых, которые сегодня существуют, ну и, конечно, качественно и высокоэффективно с экономической точки зрения. Завершальный этап формирования высшейшего представничьего органа улады протягнется по краине по 10-е красавика. Первое поседжение 7-го Всебелорусского народного сходу отбудется 24-го, 25-го красавика. Згодно с решением, принятым Гродзенским городским выконавчим комитетом, у областных центра начинают отключать тепло. Подставой для этого стали становочие середнесуточные температуры по ветру и дальнейший спориальный прогноз на дворье. С другого красавика у Гродни начнут отключать промысловые, громадские и администрационные будинки. Как обещают синоптики, в ближайшие дни заховаются переважно теплые на дворье. Ночью температура по ветру будет от нуля до плюс 10. Днем 10-22 градуса со знаком плюс. Отзначим, что летость 10-го красавика регион завершил бегучий отцепляльный сезон. Это значит, что в громадских и промысловых объектах, жилым фонде и детячих дошкольных, школьных, медицинских и социальных установах были отключены батареи. И додадим, что по информации Гродна Энерго, по куль об завершении отцепляльного сезона в жилым фонде говорка не идет. В Гродне открыли российский центр науки и культуры. Урочистое мероприемство примирковано до дня единаний народов Беларуси и России. Минавито другого красавика 1996 года был подписан договор об створении супольности двух братских краин, который поклал початок створению союзной державы. На протяжении всего этого времени создавалось одно, наверное, из самых мощных и показательных интеграционных объединений двух стран. Союзное государство, основанное на равноправии, на суверенитете, на взаимном уважении, на простых человеческих ценностях, на исторической правде, на поддержании исторической правды. Государство, где многонациональность и самобытность – это богатство. Как прогучало на открытии, сегодня яснуе множество совместных программ и доследований о засвоении космоса, навуции, промысловости, мудовництве, энергетики и информационных технологиях. Но наибольшими темпами Россия и Беларусь наладживая взаимодействие о галине адукации и культуры. И вельми символично, что минавито другого красавика на базе представительства расу-працовництва в Беларуси открывается отделение у Гродни. Теперь трехповерховый будинок на улице Великая Троицкая, 42, будет называться Российский Центр науки и культуры «Ти Русский дом». Одна из центральных главных вещей, которые мы могли сделать для того, чтобы подарить нашим двум народам что-то ценное в этот замечательный праздник, это открыть Русский дом или Центр науки и культуры. Он наш общий, он не только, собственно, русский, он и белорусский, поэтому двери его открыты. Все, что мы говорим всегда для всех наших друзей, которые приходят в наши культурные центры, наш дом, ваш дом, уж особенно точно мы можем это сказать в Белоруссии. У нас очень много программ, проектов, мы стараемся наполнить то, что мы делаем, знаете, таким практическим содержанием, чтобы мы не только занимались вещами, которые нам уже понятны и знакомы, это распространение, безусловно, нашей русской культуры, нашей общей, между прочим, культуры. Сегодня на открытии романцы были замечательные, но не все же романцами испытывается и перечисляется. У нас есть проекты в области точных естественных наук, есть истории, связанные с беспилотными системами, дронами, программированием. У нас очень большая программа есть по образованию, и здесь мне очень важно сказать, именно здесь, в Белоруссии, для нас очень важно, чтобы те ребята, которые ехали в Россию учиться, обязательно возвращались в Белоруссию, и делали Белоруссию, Беларусь, делали ее успешнее, и в экономическом, и в научном, и в интеллектуальном смысле, потому что никогда не было нашей задачей какая-то утечка мозгов, выкачивать умных людей отсюда. Нам интересно, чтобы молодые люди, получив классное образование в России, возвращались в Белоруссию и работали здесь. Регионы наши очень интенсивно сотрудничают, белорусские с российскими. Не бывает такого месяца и недели, чтобы не было делегаций региональных, которые заключают договоры, контракты. И благодаря этому сотрудничеству на всех, на федеральном уровне, на региональном уровне, а в том числе и на уровне муниципальных и общественных организаций, это уже ближе, конечно, к гуманитарной сфере, наше сотрудничество и наши УЗы крепнут. Взаимодействуют наши академии на УЗы, взаимодействуют профильные институты, ведомства, которые регулярно не просто встречаются и общаются, а проводят совместные мероприятия, имеют совместные проекты. И я думаю, что у этого направления, в взаимодействии в научной среде и сфере, очень большое будущее. Тем более, это связано не только с нашими успехами в отдельных таких специфических темах, как военно-промышленный комплекс, но также и в общих науках, в том числе мы развиваем и гуманитарные науки, в том числе создана историческая комиссия, которая занимается вопросами истории российско-белорусской. Очень много гуманитарных проектов. И на этом поприще у нас хорошая перспектива. Российские центры науки и культуры открыты в 60 краинах. В Беларуси подобные есть в Минске, Бресте и Гомеле. Это первое, что профильная культурно-гуманитарная простора открыта и в Гродне. Как планируется, на этой плясу все будут проходить майстер-классы, выставы российских и белорусских мастаков и лекции. В доме есть кинозала и библиотека. До слова, «Опошня литеральная» в день открытия центра пополнилась новыми и каштонными выданиями. С нагодой Дня Еднания народов Беларуси и России в Гродне пройшел урочистый сход. Как означали удельники мероприемства, подписание другого красавика 1996 года президентами двух краин договора об створении супольности распочало масштабный процесс интеграции. И сегодня Еднание народов Беларуси и России заховывает стратегическое значение. В эпоху глобальных вызовов, геополитической нестабильности, возрастающего санкционного давления, наше стратегическое белорусско-российское партнерство становится особенно ценным, особенно важным. Наши народы всегда были близки, и дело не только и не столько в географической близости. У нас было общие ценности, у нас нет языкового барьера, у нас единое культурное пространство. А главное, мы сохранили и бережно сохраняем и передаем потомкам историческую память о тех лихих годах, когда наши деды, прадеды совместными усилиями защищали нашу общую родину. Белорусско-российское супрацовнество протягивает развиваться на внешнюю политичной арене в галинах промысловостей, медицины, навуки, культуры и спорту. Основным достигнением союзного будовництва з'являются социальные гарантии для громадян двух держав. Белорусы и россияне имеют ровные махчимости у отриманной адвокации и медицинской допомоги, у працевладковании и выборы места жихарства. Одним из приоритетных накерунков долготерминового союзного будовництва называется «Инновационная техничная распроцовка для разных сфер життя». А еще гистеричная минулая, правду обьяк им необходимо заховать. Особливая гучанья – это заклик Майя Селита, когда наша краина будет означать 80-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. И наступно разом краины будут святковать в 80-ти годе великой перемоги советского народа в Великой Айчиной войне. Еще одно знаковое мероприемство до дня единания братских народов пройшло в областном центре. В кинотеатр «Червоная зорка» школьников запросили на прогляд фильма «Брестская крепость», створного при поддержке союзной державы. А кроме того, в учени смогли познайомиться с проектом «Живая память удячных поколений». Инициеванным Доброчинным фондом имя Алексея Талая. Головная мета проекта – собрать монеты, которые вошли или уйдут в сплав помников в Минске, Бресте и Москве. Удел мероприемств приняли каля полторы сотни в учнях разных школ областного центра. Хлопчики и девчинки активно отгукнулись на заклик принести монеты, которые станут участкой проекта «Живая память удячных поколений». Как проходила на встрече для памятного знака у Сталяванного в 2022 году в Минске, областями краины было передадено больше за 130 тысяч монет. На монумент, который все лет появится в Бресте, удалось собрать каля пау миллиона монет. Проект протягивается и сбор так само. Очень приятно, что участвуют и школьники, и студенты молодого поколения. Дети с удовольствием принимают участие, рассказывают о бабушках, о дедушках. Многие детишки даже пишут письма, хочу сказать, с монетками оставляют свои писем. Это, естественно, дорого стоит. Мы с учащимся 42-го школы очень рады поучаствовать в проекте «Живая память благодарных поколений». Каждый из учащихся приносил монеты, чтобы поучаствовать в этом проекте. В школе продолжается сбор, и все учащиеся очень откликнулись на эту идею и продолжают помогать нам собирать. Так, на сегодняшний день напомнику Москвея, ки будзе усталеваны на поклонной горы 9 мая 2025 года при уделе керавництва Девудия Ржау Беларуси и России, только от Гродзенской области собрано уже омаль 100 кг монет. Сбор протягивается областным центры до конца года. Специальные колбы с карбонки для монет размещены у зале Великой Айчиной Войны Нового Замка и Музея Кіно у Червоной Зорцы. На гэтым выпуск завершены. Я развитвуюся с вами. Усего доброго. Субтитры подогнал «Симон» У сираду третьего красавика у Гродни чакается пахмурной надворье махчымый невеликый дождь. Ранецы и слупок термометра покажа каля 7 градусов тепла, днем да плюс 6, а вечером да плюс 3 градусов. Ветер заходний 5-9 метров за секунду, с парывами да 18 метров за секунду. Атмосферный циск 736 миллиметра у ртутнага слупка. Великотнасть паветра каля 72% ранецы и вечером и 61% днем. Зуликам усих метрологичных дадзіных адшуваемая температура паветра на протягу дня будзе вагацца ад плюс 4 до минус 1 градуса. У районных центрах трэцега красавіка надворье будзе наступным. У Великой Бераставіцы, Севі Слачы, У Волковыску і Дятлаве каля 8 градусов тепла раніцца і днем і да плюс 4 вечером. Пахмурна, дождь. Ветер заходні 5-9 метров за щекунду. У Зельве прагнозується, каля 9 градусов тепла раніцца і днем і да плюс 4 вечером. Пахмурна, дождь. Ветер заходні 5-9 метров за щекунду. У Слонями синоптыкі абяцаюць, каля 9 градусов тепла раніцца і днем і да плюс 5 вечером. Пахмурна, дождь. Ветер заходні 5-9 метров за щекунду. У Мастах будзе каля 9 градусов тепла раніцца і да 8-ми па ветра праграецца днем і да плюс 4 буде вечером. Пахмурна, невялікі дождь. Ветер заходні, ягу худкаць 5-9 метров за щекунду. У Шчучані і Карэлічах термометры пакажуць каля 8 градусов тепла раніцца і да плюс 7 днем і да 4 с плюсом вечером. Пахмурна, дождь. Ветер заходні 5-9 метров за щекунду. У Ліді, іуї і Новогрудку, каля 7 градусов тепла будзе раніцца і днем і да плюс 3 вечером. Пахмурна, дождь. Ветер заходні 5-9 метров за щекунду. У Ворнаві і Смаргоні, каля 6 градусов тепла будзе раніцца і днем і да плюс 3 вечером. Пахмурна, дождь, махчым і снех. Ветер заходні 5-9 метров за щекунду. У Астрауцы і Ашмянах чакаяцца, каля 5 градусов тепла раніцца і днем і да 2 с плюсом вечером. Пахмурна, дождь, махчым і снех. Ветер заходні 5-9 метров за щекунду. Геомагнитная ситуація ў сі раду 3-х красавіка будзе даволі спрыяльной. Сонічна актыўнасть не перавысіць ў зровню невялікі геомагнитных хваляваніл. У заход Сонца ў 6-1-52 хвіліны, заход ў 20-04. Светлавы дзень ў параўнані з ауторкам павялічыцца на 4 хвіліны і складія 13 гадзін 12 хвілін. Па місяццовым календары стары місяц. А дакладній 3-х красавіка ў 4-1-42 хвіліны пачынаецца 24-й дзень місяццовага цыклу. Сірада будзе нейтральны і адносна пасівны. Лепш не пачынаць нічога новага, а працягваць ўжо распачатые справы. Верагоднаць конфліктных сітуацій даволі высокая, таму эмоцы лепш трымаць пры сабе. Дзень спрыяльны для фізічных нагрузак і падтрымання здарова галаду жыцця. Няблага будзе падвести вынікі минулых працовных дзён і прадумаць планы на наступны тыдзень. Лепш вызваліцца адлішніх справ, не рабіць ўсю работу адразу, а паспробаваць размеркаваць яя прапраціянальна. У сіраду трэцяха красавіка панародным календары Кирыла. Раней лічылі, што ў гэты дзень дадамоўн абліжаецца лихаманка, мифалагічна істота, яка і выклікая хваробы. Кап вылічыцца, вуглі спечы згортвалі ў тканіну і прыкладвалі да хворага месца. Добрый прыкметай було таксама ў гэты дзень надзіць вопрадку на выварат, каб не хварыць. Меркавалі таксама пагытым дні і пранадвор'яна лета. Існавала народная прыкмета. Калі на Кирылу з Бярозы моцна цёк сок, то лета чакалі дажджлівым. Па православному календарі третяха красавіка ім'яніны ў Кирылы, Філемона, Фамы і Якуба. У каталікоў дзень анёла адзначыць Антон, Бенядікт, Панкрад, Юзоф, Ян і Якуб. Панкрад.